Полунда, ключи, камень на обиль. То есть вся северо-западная зона будет где-то в 16 часов туда придет у нас метель. Экран погоды и камеры из дорожных участков. Какие дороги края открыты для движения решается в этом кабинете. Если наступает действительно критический момент, мы выставляем на сайт информацию о закрытии автомобильной дороги. И время начала, то также мы информацию передаем в МЧС и информацию передаем в ГИБДД. Ежедневно на дорогах края работают тысячи единиц техники. Скоро их станет на 39 больше. В ближайший месяц Алтай накроют снегопады, бороться с которыми помогают жители. Частник, еще контракт с нашим ДСУ, он там живет, получает средства, те, которые мы платим ему, и очищается, держит дорогу. Такая история. История то, что нам помогают фермера, когда аномальная ситуация, она имеет место быть, но это нормально, они бесплатно это делают. В 2023 году финансирование краевого Минтранса составило 23 миллиарда рублей. Почти все средства реализованы. На федеральных трассах с повышенным риском аварий установят еще 50 комплексов фото-видеофиксации. За год ДТП в регионе стало меньше на 7%, а погибших на 20%. На самый безопасный вид транспорта, железную дорогу, в этом году выделили 4,5 миллиардов рублей инвестиций. Обновили 71 вагон, запустили 3 электропоезда. Сейчас в Барнауле ждут поставку 41 автобуса и запуска трамваев, чье оформление затянулось. В составе поставки были еще запасные части и то оборудование, которое необходимо для обслуживания новых трамваев. Для чего это делается? Единицы совершенно новые, они конструктивно, разительно отличаются от тех существующих. Учитывая, что партия сложная, трамваи не приобретались ни разу так же. Стоимость больше, более 700 миллионов, сами понимаете, наше внимание, чтобы никаких ошибок при этом не возникло. В Барнаульском аэропорту ожидают закрыть год с цифрой в 700 тысяч привезенных пассажиров. Строительство нового терминала крайне актуально. Сегодня в активной фазе МСУ-1, достаточно надежный подрядчик, строит здание площадью 10 тысяч квадратных метров, что в два раза превышает действующие, которые 4,5 тысячи квадратных. Поэтому, надеемся, все идет четко по графику, с небольшим, скажем так, опережением. В Минтрансе рассказали и о внедрении системы умного транспорта в Барнауле. Сейчас для нее смонтировано 50 светофоров из 108. В будущем они смогут учитывать такие факторы, как погода, часы пик, работа коммунальщиков. Что касается программы безопасной и качественной дороги, в следующем году ее бюджет в краевой столице ожидается на уровне 1 миллиарда рублей. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком.